Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и давно этого не было. Новый кейс в CSGO. Почему это происходит, я не знаю. Неужели Valve решили не публиковать кейсы, не зарабатывать деньги, а перейти плавно на Source 2? 21 августа CSGO по слухам переименуется в Counter-Strike, ну а также ведет Source 2. Начало ролика с обещаний каких-то, которые никто не подтвердит. Ну, почему бы и нет? Мы тут собрались с ним просто так. Вышел новый кейс, он называется Recoil. Здесь 17 оружия, 17 скинов, которые создали сами игроки. Valve сейчас в кейсах создает, наверное, только вот эту иконочку. Они даже кейс не меняют. Кстати, если ты хочешь выбить этот кейс, пока он стоит дорого, а это будет еще 24 часа, то хороший вариант это зайти на Саби Шоке и играть просто в течение недели. Рано или поздно тебе выпадет кейс. Ты можешь то же самое сделать на idle серверах, но ты потеряешь больше времени, потому что он тебе может не падать, а во-вторых, ты будешь просто стоять АФК. А у нас ты сможешь играть и ждать, пока тебе выпадет кейс. Подробно об этой схеме я написал у себя в Телеграме. Либо ты можешь остановить видео и прочитать. Чтобы вы бы понимали, я хотел сделать быстрый пост в Инстаграме и заскринил просто кейс в CSGO, как новое обновление. Обновляю страничку, и CSGO, главный канал, главный Инстаграм-аккаунт, запостил такую же картинку. Это их релиз. Но есть еще один плохой момент. Они и кейс плохо оформили. Посмотрите, какие тут скины. Блин, что это такое? Кстати, со мной Крабик. Это легенда Эфэйсита. Хай. Шоса кринжка, Фамас. Почему Spirit выпустили кейса, а Нави еще нет? Фамас. Фамас у нас очень скучный, грустный. Депрессивный. Это больше скукотух. Так, пока что нет ни одного скина, который более-менее. Ну, это мемно, но тоже скучно. Это макаки или кто? Да, это обезьянки Шиманзе, наверное. Может быть, это собаки вообще. Негев, дропми. Стоп. Ну, блин. Опять же, Негев такое оружие, нарисовать что-то хорошее, это очень сложно. UMP. Ну, блин. Ну, что это такое? Ну, правда. Ну, что это? Я впервые сейчас вижу эти все кейсы, если что. Вы со мной сейчас делите первые эмоции. Ну, камон. Ну, начинается что-то красивое, восьмерочка. Выглядит неплохо. Такое, знаешь, такое чувство, что это должна носить какая-то Харли Квинн. Ну, слушай, я тебе скажу честно, выглядит неплохо. Для такого оружия сделать что-то приятное и не депрессивное, это сильно. Ну, как револьвер почти. Ну, слушай, я буду его использовать в Skinchanger себе шок. Очень неплохой СГ, выглядит как гадюка АВИК, но в целом, почему бы и нет? Красивенько. Следующий скин у нас по 90, и вокруг него очень много разговоров, что он в 3D. Но на самом-то деле нет. Любой скин в CSGO, от картеля до Азимова, они все в 2D. Да, иногда есть ощущение объема, но это делают специально художники, и у них это получается. Ну, береты, я думаю, это одни из самых лучших, которые можно сейчас взять. Опять дракона. Опять дракона, слишком много драконов. А, ну, ты кейс с драконом тоже. А, точно. Калаш. Там справа аватарка Телеграм. Логотип Телеграма у нас на оружии. В целом, обычный фиолетовый скин. Не депрессивный, интересный. Ну, я не знаю, как это работает. Наверное, чем ярче скин, тем он лучше. Ну, скин прикольный. Ну, это все выглядит, как будто рофла скины из мастерской. Что-то нет такого изюминки, что ли. Я, на самом деле, сколько смотрю в рокшоп, я их никогда не видел. Эти все скины. Впервые вижу. Вау. Просто надпись CSGO. Блин, зачем? Они же будут игру называть CS просто. Ну, может быть, это дань прошлому. Посмотри на название этого оружия. Сердечка. В названии. Что это? Это кринж. USP. Он сейчас считается фаворитом. Как вы знаете, у нас есть уже такая МКС. И теперь появился USP. Красиво. Стоит красного. Все в порядке с этим. Это Ави, который уже упал с симплу. Вот клип. Окей, ребята. Отрехалфы и опеннингейм. Надеюсь, у нас сегодня будет такая же реакция. У нас будет такой же дроп. Ладно, давай открывать кейсы. Так, первое открытие. Каждый кейс стоил мне 13 долларов. Плюс ключ это 15. Так, ну, упало самое ужасное, что здесь есть. Это уже третий кейс к ряду. И мы ничего не убиваем. Не, на самом-то деле, я для этого открытия продал свои перчатки и свой нож. Это в сумме стоило неплохих денег. Поэтому я очень буду надеяться на возвращение перчаток. Кстати, насчет перчаток. В этом кейсе они из коллекции Broken Fang. Стоят они не особо дорого и выглядят не очень. А максимальная цена за пару 5000 долларов. Очередной кейс. Давай. Нет, 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 нет. Но сейчас ночь. Кейс стоит очень дорого. Он выпал раз 1000 в максимум. И вот, ну, сейчас же должен падать дроп постоянно. Вот так, красный. Падает там UMP. Как я ненавижу это. Кстати, мне в последний раз падало желтое, наверное, год назад. Без шуток. Может быть, 8 месяцев. А на самом-то деле, нужно просто забыть, как и всегда это работало. О том, что ты открываешь кейсы. Ты это делаешь по флану. Я продал картинку и выбиваю картинку. Как модно NFT. Так, какой модно. Это первое NFT, которое было в играх. Нам падает, наконец-то, сайфдов, а кислав. Милые глазки. Наверное, после полевых. Да. Я просто посмотрю, сколько это стоит. Цена фиктивная абсолютно. Но она стоит уже 20 долларов. У нас остается около 10 кейсов. Это не хорошие новости. Правда, не хорошие новости. Неужели весь ролик открытия кейсов будет таким синий? Сейчас выпадет нож. Это правда? Тут нет ножа образа. Ну блин. Главное не деньги, а позитив. И ничего не меняется. У меня с каждой фразы позитив покидает. 1 доллар, 1 доллар, 1... О, 10 долларов. Это дерьмо стоит. Как? Как это возможно? Красиво, кстати. Ну да, только я его продам. 1 доллар, 1 доллар. О, 19. Сейчас я продаю все эти скины. И мы сделаем контракт. Что, все что ли? Ну, нет, еще нет. Еще 5 кейсов. Погнали. Сейчас нам можно выпасть р-8 револьвер, м249, СГ. Ну, здесь самое интересное было бы СГ на самом деле получить. Револьвер. Нормально. Следующий. О, Господи, что за цирк? Я не понимаю, зачем вообще Valve делают на револьверский? Вот это загадка. Интернет новая. С ним уже никто не играет. Они хотят его продвигать. 6 долларов. Идем дальше. Осталось 7 кейсов. Я очень прошу, Valve, Gaben, сделайте мне этот ролик. Ну, пожалуйста, дайте хоть что-то. Я не могу публиковать такой ролик с синим говном. Ура. О, хорошо. Это ура. Статрек? Нет. Ну, это прямо за вот, нет, это постеполевых. Милвер. А посмотри, это там кто нарисован. Тоже дракон какой-то с птицей. Женщина. И Феникс. А Феникс это из какой культуры? Это из... Грибота. Ксго кейсов. А вот перчатки из какой культуры? Ура, победа. Нож, да. Ну, на самом деле, ножу как-то больше радости. Перчатки, так. Ну, они, да, для дополнения к ножу. У нас остался последний кейс. Если магия существует, чудо есть на свете. Ролик сейчас получится. Просто на последнем кейсе. Четыре розовых сейчас подряд было. Я очень надеюсь, что это говно по 250 стоит хоть что-то. Не, не, не. Ну, хотя норма, ну да. Не знаю, мне кажется. Здесь тоже пистолет. У-у-у, 40 долларов. Ну, я думаю, она будет стоить около 25. О, 20 долларов. Слушай, это просто красота какая-то. 302 доллара. Блин, открывать этот кейс, это вообще кринж какой-то. Я ухожу с этого кейса. Если что мы открыли уже новых 30 кейсов, и мне ничего не выпало. Поэтому я принял решение открывать другие кейсы. Потому что они дешевле. Я сделаю вот так. Раз. Два. Три. Мне падает нож, я его продаю и открываю очень много кейсов новых. Прямо сейчас мне падает нож. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот сейчас ты первый нормально прокрутишь и выпутишь. А зря ты это говоришь. А зря. А анимацию уже делали красиво, люди старались. Ну вот, шикарный скидь. Я думаю, они окупили уже эту трату на анимацию. Ну дайте хоть что-то, пожалуйста. Что мне продавать? Трэш какой-то. Еще один контракт. Новая коллекция, пожалуйста. Новая коллекция. Что ты за трэш? Друзья, и напоследок. Сколько лайков наберет этот ролик? Столько кейсов я и открою в следующем ролике. 10 тысяч лайков равняется 100 кейсов. Работаем по этой схеме. До следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok